Кстати, вам не кажется, что в последнее время наметился некий тренд, может быть, на экологию, да, все стали обсуждать свалки, строительство мусороперерабатывающего комплекса, например, в Благовещенске, Рустам Хамитов вот недавно тут критиковал владельцев больших автомобилей. Какое-то вот прям последнее время очень активно это все стало. А сам Рустам Хамитов, он на Тесле ездил, да? То есть на таком маленьком компактном Лексусе 570, да, размером с Икарус. Ну да. Вот тема шаханов и сырья, она все еще очень остро у нас стоит. Опять же, Рустам Хамитов недавно анонсировал строительство нового содового завода. Как вы это решение восприняли? Ну, я это, я не доктор, чтобы вот такие заявления комментировать, ну, в смысле, потому что, скорее всего, такие заявления лежат уже где-то в зоне каких-то отклонений поведенческих, либо еще каких-то. Ну, действительно, это абсолютно утопическая идея. То есть с точки зрения денег нет, и как же нам строить этот комбинат, никто не увидит в такой идее абсолютно бизнес-перспективы. То есть если только какой-нибудь безумный мешок денег типа ВТБ или какого-нибудь Сбербанка не вложат в это намертво, там, гигантские суммы. Я к тому, что с точки зрения целесообразности это, конечно, безумие. То есть строить новое содовое производство при наличии старого. Ну, вот многие эксперты говорят, что это предприятие станет конкурентом башкирской содовой компании сейчас. Если оно появится. Ага. Есть один нюанс, да, то есть если, а кому нужно, чтобы оно появилось? То есть у нас нет таких инвесторов, у нас нет таких капиталов. Более того, Башкирия – это территория рискованного инвестирования, как известно. Соответственно, ну, там частный инвестор, безусловно, не придется такими деньгами сюда вкладываться. Государственные инвесторы сейчас все и так на боку лежат, то есть ситуация довольно плохая. Но самое главное, что для этого нет никаких оснований, чтобы устраивать. То есть это все равно, что во дворе копать второй колодец, при том, что первый хорошо работает. Зачем? Я не говорю, что сода работает безупречно. Я говорю о том, что нету практической целесообразности делать. Другое дело, что, может быть, надо вести речь о реконструкции комбината соды. Ну, так вот, те самые фантастические, эмпирические деньги, которые, видимо, хранятся в голове Рустама Закевича, может быть, надо направить туда, если он так печется в экологии. Мы сейчас прорвемся на федеральные новости. Я напоминаю, что у нас в гостях политтехнолог, общественный деятель Андрей Пателицын. Вы можете присылать свои вопросы на номер плюс семь девять два семь триста четыре десять пятьдесят один. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио Эхо Москвы. Это Радио Эхо Москвы. Мы просто представляем вам новости. Мы просто зовем в нашу студию очевидцев и экспертов. Мы просто задаем вам вопросы, которые нельзя не задать. Мы просто спрашиваем ваше мнение о главном. Мы просто развлекаем вас играми и конкурсами. Мы просто предлагаем вам хорошую музыку. Если в вас есть любопытство и любовь к звуку, Радио Эхо Москвы. Другие СМИ на Радио Эхо Москвы. Ежедневный обзор газеты журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок-Аут». А каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова После 12 часов 30 минут добрый день. Краткий выпуск новостей в эфире Эхо. Экспертиза оценила в 30 миллионов рублей ущерб картине Репина Иван Грозный и сын его Иван. Об этом заявила в Мосгорсуде представитель прокуратуры. Общая стоимость картины около 730 миллионов. 25 мая нетрезвый житель Воронежа нанес несколько ударов по картине металлической стойкой ограждения. Полотно повреждено в трех местах. Сам вандал заявил сегодня в суде, что эта картина оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России, передает корреспондент РИА. Режиссер Станислав Говорохин госпитализирован в ЦКВ в крайне тяжелом состоянии, сообщает Интерфакт со ссылкой на осведомленный источник. Подробности пока неизвестны. Ранее появилась информация о кончине режиссера, но пресс-секретарь Говорохина это опровергла. Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун подозревается в должностных преступлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Чиновник задержан. Ранее в его доме проводился обыск. Как сообщили в пресс-службе главы муниципалитета, в 6 утра в дом ворвались 40 человек в масках. Близлежащие улицы заблокировали, журналистов к дому не подпустили. Официальных комментариев правоохранительных органов до сих пор нет. Сам чиновник ранее публиковал видеообращение к президенту, в которых утверждал, что на него оказывается давление. Подчиненные Шестуна не исключают, что обыск мог быть связан с митингами против мусорного полигона и желанием не допустить Шестуна на выборы. Вице-премьер Дмитрий Казак исключает возможность повышения цен на бензин до 100 рублей за литр. Это невозможно. У правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию, сказал Казак, которого цитирует агентство Прайм. С 28 мая по 1 июня розничные цены на бензин в среднем по России выросли почти на рубль. Независимые АЗС предупредили, что в случае окончательной монополизации рынка литр бензина подорожает до 100 рублей в течение года. Правительство уже завтра может внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Спикер Вячеслав Володин считает, что документ может быть принят в первом чтении до конца весенней сессии. Между тем, председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что повышение пенсионного возраста не улучшит ситуацию на рынке труда. Сейчас даже 45-летние трудоустраиваются с трудом. Что мы будем делать с теми, кому за 60, спрашивает депутат. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Телеграме, что ему понравилась песня «Оле-оле-оле» Семена Слепакова, в которой высмеивается плохая игра российских футболистов и предлагается назначить самого Кадырова тренером сборной России. Глава Чечни пригласил Слепакова в Грозный, чтобы вместе написать новую песню в поддержку футболистов. Кадыров завершил свой пост стихотворением, как он выразился в стиле Слепакова. Ранее чеченский министр печати Джамбулат Умаров посоветовал Слепакову извиниться перед сборной и Рамзаном Кадыровым. В Москве сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь и плюс 20-22 градуса. Эрина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. Реклама Афиша исторического парка «Россия. Моя история». Исторический парк «Россия. Моя история» – это масштабный мультимедийный комплекс, в экспозициях которого представлена вся история России от конца первого тысячелетия до современных дней. Более чем тысячелетняя история страны дается здесь панорамно при помощи современных технологий. Это настоящий живой учебник истории России, полюбившийся школьникам и студентам за свою наглядность и увлекательность. Материалы экспозиции рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации и расположены на площади более 7 тысяч квадратных метров. Уточнить любую интересующую информацию можно по телефону 287-29-53 и 286-60-66. Да что там за люди в Горсовете решения принимают? Хотите узнать, что за человек? Уфимский депутат. Слушайте программу «Депутаты и факты» и вы узнаете, что за люди принимают решения в Городском совете. Оригиналы программ по понедельникам, средам и пятницам. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216-35-99. Будет реклама, будет и эхо. На томы и партнеры. Персонально ваш. Продолжаем. У нас в гостях политтехнолог, общественный деятель Андрей Пателицын. Присылайте свои с СМС-сообщения на номер 7-927-304-10-51. До перерыва мы начали с Андреем обсуждать строительство нового содового производства, возможное строительство. Вот, Андрей, вы сказали, что это достаточно утопическая вещь, но вот до вас у нас был на прошлой неделе в персонале ваш Азамат Галин, и он назвал это заявление Рустая Мухаммитова самым мощным политическим решением. Почему вы смеетесь? Нет, ну, безусловно, еще более мощным политическим решением было бы, например, предложение построить мост на Луну. То есть мы были бы единственной территорией на планете Земля, откуда можно было бы пешком добраться до Луны. Если подобного рода заявления можно считать мощными политическими заявлениями, то да. Я все-таки стою на своей точке зрения о том, что вместо того, чтобы решать проблему, Рустам Закиевич предлагает, значит, ну, это такая стилистика Гордеева узла, давайте, значит, мы разрушим то, что есть, и построим то, что будет. К сожалению, практика показывает, что Рустам Закиевич не в состоянии ничего построить, и ничего не построил в Башкирии, а вот поговорить он большой мастер. Соответственно, мы можем получить на выходе остановившийся комбинат сода в Стерлитамаке и никакого больше комбината сода в Башкирии. То есть у меня вот такое ощущение. Кроме того, тут надо понимать, что, ну, объективная экономическая ситуация в стране не располагает к тому, чтобы строить замещающие производства, которые по определению, ну, очень дорогие, очень большое время и большое количество денег необходимы для этого, нужен инвестор, нужна, опять же, сырьевая база, нужно обоснование этой сырьевой базы, нужно, ну, огромную работу провести, о которой, собственно, Рустам Закиевич, конечно, не думает, потому что в его сознании все эти вещи происходят сами, волшебным образом, или, например, через рекфонд, как было с выделением земли для кроношпанов. Ну, то есть, ну, украли, разделили, проблему решили. То есть я к чему? К тому, что это несерьезное, это очень безответственное заявление, которое вносит смуту в сознание и неокрепшие мозги наших граждан и дает им определенную какую-то такую ложную надежду на то, что эта проблема разрешима вот так. Она так неразрешима. Нужно работать с тем комбинатом, который существует сейчас. Как, по-вашему, тогда эту проблему нужно разрешать вот сейчас, учитывая, что, если верить оценкам, да, там сырья осталось до 2020 года? Эти оценки действительно сомнительны. Надо подойти к этим оценкам с большей объективностью. Вообще в этой истории с содой произошло огромное нагромождение лжи, полуправды, неправды, домыслов и прочих вещей. И вот эту кучу, которая, собственно, процентов на 50 сформирована непосредственно самим Хамитовым, остальные 50% сформированы и содой, и активистами, и просто людьми, которые вышли погулять, нужно эту кучу разгребать. Нужно сейчас вносить объективность в эту ситуацию. Нужно искать правду и в остатках сырья, и в перспективности, без перспективности разработки некоторых месторождений, которые предлагаются и отметаются содой. И в возможности или невозможности модернизации комбината. Вот всякие дилетанты без конца говорят о том, что да, мы знаем сейчас, как там надо все вот это реконструировать, там какую-то вот такую технологию применить. Я не хочу слушать вот этот бред, я хочу слышать экспертов. На площадке нет вообще экспертов. На площадке есть башкирские националисты, экологические энтузиасты и всех мастей сумасшедшие, включая должностные лица, в том числе, которые рассуждают на эту тему. Надо прекращать этот балаган, нужно дать серьезную экспертную оценку последствиям тех иных вариантов и так далее. Нужно садиться и обсуждать. То есть, сода должна сесть за стол переговоров с правительством и с общественностью, при единственном условии, что со всех сторон этого переговорного процесса будут нормальные, адекватные люди. То есть, вот эти все истерики, стоя и с этой стороны в том числе, нужно прекращать. Потому что однажды там, ну, так называемая вторая содовая война привела обе стороны, значит, на кремлевский ковер и обоим надавали по ушам. И повелели прекратить этот конфликт. Тем не менее, проблема тем самым не была решена. Она снова появляется. Вот сейчас они готовы совершить там очередной раз ту же самую ошибку и начать там третью содовую войну, да? В результате которой там у нас падет жертва губернатор или там закроется комбинат соды или еще что-то случится. Это кому-то надо вообще, нет? То есть, они почему-то не видят решения проблемы в виде переговоров и в виде изначальной оценки новой, абсолютно непредвзятой оценки ситуации. Потому что болтовни и вранья вокруг этого уже вот сто слоев. Нужно их разгребать. Если абстрагироваться тогда от строительства, потенциального строительства нового завода и сфокусироваться на теме все-таки защиты шаханов, да? Шаханов как горы, как какого-то места силы, да, для многих, ну, так называют. Ну да, да. Как бы из песни слов, как говорится, не выкинешь. Вот, например, Аббас Галямов недавно заявлял, что позиция Хамитова по шаханам – это некое заигрывание с националистами. Вот вы как считаете? Аббас, как обычно, прав на 50%. Это довольно много. Если как бы расценивать это с точки зрения насыщенности грунта золотом, то это очень много. А с точки зрения объективности, конечно, это немного. Да, действительно, Хамитов наивно полагает, что вот выдвинув подобные пустопорожные тезисы, там, про строительство новых заводов, там, про не отдам ни за что никогда и ни за какие деньги и прочее, он полагает, что тем самым он привлекает на свою сторону, там, какие-то силы, которых он, кстати говоря, панически боится по привычке. На самом деле, это, конечно, ошибка. Да, в определенном смысле на 50% это заигрывание с такими людьми. Оно абсолютно бесперспективно. Это заигрывание, оно не вызовет ни любви, ни обожания, ни благодарности. То есть оно было воспринято как минимум как должное, но уже сразу же вслед за этими заявлениями последовало, ну, то есть дальше начинается уже эксплуатация подобной ситуации. Значит, дайте это, дайте то, мы хотим то, ну и так далее. То есть если Хамитов готов без конца платить шантажистам, то да, то для него это конструктивная позиция. Если ему недолго осталось, и он готов это терпеть, то тогда он может находиться в этой позиции. Заигрывание с националистами и заигрывание с вот такими непонятно сформулированными, значит, движениями, ну, во-первых, не одобряется Кремлем во многом, потому что это опасно в связи с неопределенностью этих сил. Во-вторых, как бы, конечно, оно вот бесперспективно с точки зрения продуктивности дальнейшей. Почему? Что дальше-то делать будем? Ну, хорошо. То есть вот многие здравые люди говорят правильную вещь в этом смысле. Ну, отстояли вы эту гору, и что? Нужно же действовать системно. Если вы как бы как-то хотите изменить ситуацию, то нужно действовать в плане системы, а не в плане вот одной точки. Мне вот лично безумно нравится эта гора. Я с нее летал на параплане, она мне вообще вот как объект природный, мне очень нравится. Но я не знаю, возможно ли обойтись без ее разработки. Вот когда эксперты скажут мне, что да, мы проанализировали, смотрите, вот есть 3-4 варианта, здесь на 10% дороже, здесь на 20%, здесь на 30%. И когда с содой будут проведены переговоры, вы готовы удорожить на 10% сырье? Как это скажется на экономических показателях комбината? Как это скажется на заработках людей? Как это скажется на налогах? Или не готовы? Может быть, есть другой способ, более цивилизованный, привлечение каких-то сторонних инвестиций. Возможно, получение нового сырьевого источника, скажем, капитализирует сам комбинат настолько, что его доходность увеличится. Я не знаю, мне нужна экспертная оценка, а не болтовня вот этих вот энтузиастов. Дмитрий нам пишет, что завод саловат-стекло без кальцинированной соды тоже встанет. Безусловно. Комбинат соды, крупнейший поставщик в России крупнотоннажной соды, он от него зависит не только саловат-стекло, от него зависит несколько крупных стекольных производств России, насколько я знаю. Это действительно, ну, если не стратегическое, то близкое к тому предприятие. Конечно, на уровне, там, Министерства промышленности и господина Мантурова, наверное, понятна обеспокоенность судьбой этого завода, потому что к нему действительно привязаны не только несколько тысяч работников, жителей Стерлитамака, но еще очень много тысяч работников других предприятий, которые получают продукцию этого комбината как, ну, часть их технологического процесса. То есть это, конечно, да, то есть стекольное производство вообще очень сильно зависит от соды.